Приветствую вас, приветствую вас, рада видеть. Добрый день, рада вас видеть и слышать. Слава Украине! Героям слава, Борис. Будем начинать, конечно же, с внутриполитической ситуации, американская так или иначе, но ведь она будет влиять на те внешние процессы, геополитические процессы, которые сейчас происходят. Речь о чем? Агентство Reuters сообщило о том, что Стив Скалис, которого республиканцы избрали на должность спикера в Палату представителей, внезапно отозвал свою кандидатуру. Говорит ли это о том, что сейчас процесс избрания спикера заблокирован, и как это будет отражаться на законотворчестве и на, собственно говоря, тех решениях, которые сейчас должен принимать Конгресс в поддержку Украины, в поддержку Израиля и так далее? Я, признаться, сам был шокирован от того, что Стивен Скалис отказался от притязаний на должность спикера, хотя я за него был очень даже, почему он стабильно поддерживает Украину, и он за Израиль и Украину, а вот Джим Джордан, председатель юридического комитета Нижней Палаты, будучи консерватором, долгое время постоянно говорил и голосовал за помощь Украине, и вдруг, буквально накануне выборов, голосования, он вдруг стал менять свою риторику в пользу того, что, мол, надо сосредоточиться на оказании помощи самой Америке, Украина на втором месте должна быть, это не главное. Короче, вот такая была у него риторика, и, к счастью, этот выиграл Скалис, удивительно просто. Было здорово, я был рад, и вдруг, как гром среди ясного неба, он вчера заявляет, что он снимает свою кандидатуру. Идут внутренние перепалки, довольно серьезные. Было политическое давление, а почему он снялся? Да, 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 по-моему, политическое, и больше идет давление со стороны сторонников Трампа. Почему? Потому что именно Джим Джордан, вот именно поменял свою риторику, повторяя все то же самое, что говорит Трамп. То есть, такая дурацкие разговоры о том, что Америка прежде всего, надо нам сосредоточиться на своих проблемах прежде всего, а все остальное потом. Вот, к сожалению, вот такие идут перепалки. И дело в том, что мало того, сейчас надо будет выбрать своего кандидата республиканцам, так еще предстоит голосование с участием обеих палат. Вернее, обеих партий, не палат, а партий, вот именно, внутри нижней палаты. Вот это очень важно. И там необходимы минимум 218 голосов, которые должен набрать будущий спикер. Вот, видимо, вот такое сейчас давлеет над консерваторами крайне правыми. Поэтому сейчас вот мы сегодня, я жду деталей, вот буквально с часу, вот сегодня в течение часа-двух будет информация о том, на чем договорились. И если Джимми Джордан останется, изменится ли его платформа. Вот это очень важно. Поэтому сейчас рано говорить о том, кто будет, и если кто, то почему. Но, тем не менее, я буду говорить сейчас то, что больше всего волнует наших украинских друзей, слушателей, зрителей. Это независимо от того, кто будет спикером со стороны республиканской партии. Общий уровень поддержки республиканской партии в Украине не снижается абсолютно. Подавляющее большинство, как голосовало за помощь Украине, оно остается. Вот это очень важно. Поймите правильно. Сегодня внутренние разборки ведутся по отношению к вопросам, связанным к финансированию денег на климат, например. На энергоносители, к примеру. Республиканцы, например, консерваторы настаивают на том, чтобы Байден, который свернул крекинговый способ добычи нефти и газа, чтобы он вернул это, вот это они просят. Более того, они за то, чтобы открыли, знаете, запасные залежи нефти в нашей стране. Даже Аляску они хотят подключать уже к нефтедобыче. Многое другое, что, например, игнорируется демократами во главе с Байденом. И консерваторы говорят, что мы должны быть полностью энергетически независимой страной. Для этого есть вот такие вопросы. И, конечно же, это пограничный вопрос. Вопрос о строительстве забора. Вот это очень не менее важный вопрос. Представьте себе, что сегодня уже более 7 миллионов, даже говорят уже 8 миллионов нелегальных иммигрантов за два с половиной года пересекли границу с Мексикой. Вот. И это не просто мигранты из латиноамериканских стран. Из 54 стран мира пересекают сегодня границу с Мексикой американскую. 54 страны. Это немаленькая цифра. Более того, немало из России приходят. Неизвестно, кто они, эти россияне. Не посылаются ли они самим Путином. Что я не исключаю. Он прекрасно может этим воспользоваться. Поэтому все это вместе взятое беспокоит. Я не говорю о том, что исламисты могут проникать, как это обычно бывает. Вот террористы среди них. И я, там, добавьте к этому наркотики, заболевания хронические, о которых в Америке давно уже забыли. И многое другое, что может разрушить нашу страну изнутри. Вот такие вопросы острые стоят. Поэтому Украина, которая обеспокоена вот этими внутренними разборками среди мюзканской партии, должна быть спокойна и не переживать. Я уже сказал и повторю еще раз. Подавляющее большинство мейнстрим республиканской партии вместе с демократами как поддерживал, так и будет поддерживать Украину. В этом нет никакого сомнения. Плюс к этому, конечно же, у украинцев другая проблема. Как скажется помощь Америке, Украине, в связи с трагедией, имевшей место 7 октября в Израиле. Опять-таки я вам скажу, что словами Остина, министра обороны, который вот будучи в Израиле, подчеркнул, что помощь Америке как Украине, так и Израилю непоколебима, она есть и остается. И ни в коем случае помощь, оказываемая Израилю, не будет в ущерб Украине. Это сегодня Украина и Израиль – это одна линия фронта войны со злом, с террором, который спроектирован Путиным, профинансирован Ираном, а исполнители – это Хамас и Физбалла. Пожалуйста, вот такой треугольник сегодня существует. Все это понимается, к сожалению, все это вместе взято и говорит о полном провале внешней политики Байдена. И достаточно сказать, что если бы Америка еще в самом начале войны, 24 февраля прошлого года в Украине, смогла быстро, эффективно, в достаточном количестве оказать помощь Украине, война бы завершилась за месяц, а то и меньше, в пользу Украины. И тогда бы сегодняшней трагедии, которую мы имеем в Израиле, мы бы не имели. Просто вот такая безвольная, необдуманная, трусливая даже иногда позиция Запада во главе с Байденом, она привела к тому, что мы сегодня имеем Хамас, который направлен идеологами Путина, его лично, им лично и, конечно же, при непосредственном участии Ирана. Вот что мы имеем сегодня. Это плохо. Плохо для всех нас. Плохо для всего земного шара. Почему? Да потому что есть уже угроза, и она не за горами, того, что Третья мировая война может иметь место. Вполне. Пожалуйста, отправка Соединенных Штатов Америки военно-морских сил с ядерным оружием во главе с крупнейшим авианосцем Форд в Средиземное море или крейсера атомного Рейган ближе к Южной Корее. Все это говорит о том, что это неспроста. Здесь уже не до шуток. Довольно серьезно. И, к сожалению, поздновато. Можно было бы всего этого избежать, я повторяю еще раз. Если бы Америка, не задумываясь, оказывала помощь Украине не по чайной ложечке, как она это делала с февраля, с начала войны в Украине, а достаточно много и давала бы те качественные виды вооружения, которые бы смогли бы отстоять Украину в самой начальной фазе этой агрессии, этих негодяев-варваров против Украины. Тогда бы всего этого мы не имели. Но вот видите, сегодня открылся ящик Пандоры, к сожалению. Вы посмотрите, что творится. Путин все рассчитал как КГБшник. Надо было расшатать Ближний Восток. Это не Украина. Это более значимо для Америки, дорогие мои. Почему? Потому что Ближний Восток – это основа интересов Америки. Прежде всего потому, что там энергоресурсы мировые, там логистика мировая, там перекрещиваются интересы исламского мира, Китая, самой России и Ирана. Пожалуйста. И поэтому Путин все рассчитал, он все продумал, отвлечь внимание мировой общественности от Украины, чтобы все сосредоточились на Израиле. А Путин тем временем будет продолжать террор в Украине. Отвоевывать, как он считает, каждый метр, каждый километр, а то и всю Украину. Помните его слова на этом прошедшем в Алдайском форуме, когда он сказал, что если Украине прекращат помогать, то через неделю Украина уже станет его. Вот на это его открытое признание, на что он рассчитывает. Истощить Запад, который и без того уже кричит, что у него оружие кончается, запасы кончаются. И по максимуму выдавить из этого тюбика западного на Ближнем Востоке, с тем, чтобы Запад пошел на мировую, вынудил Зеленского сесть за стол переговоров, сказать, слушай, давай нам сейчас не до тебя, отдавай Крым к чертовой матери, отдавай там Донецк, Луганск, заключим мир с этим негодяем, а там посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Вот это его расчет. Вы думаете, он Ближним Востоком ограничился, Путин? Абсолютно нет. Пожалуйста, провокации в Балтийском море. Финны сегодня уже жалуются, что произошла диверсия на газопроводе, подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией. Чья работа? Я не сомневаюсь, что это путинская. Точно так же, как это было, помните, год или больше назад. На Северном потоке? На Северном потоке. Совершенно. Это была его работа. Шведы это доказали. Но ведь Запад боится признать это вслух. Почему? Если ты назовешь преступника, то надо действовать. А Запад действовать не хочет. По многим причинам. На устах у них не эскалировать, не провоцировать, не сталкивать лбами ядерной державы. Точно так же, когда упали российские ракеты на территорию Польши, расследование еще даже не началось. Запад уже сказал, что нет, 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 это украинские ракеты. Там России не было. Точно так же сегодня тот же Байден и его окружение говорят, что к тому, что сделал Хамас, Иран не имеет никакого отношения. У нас нет доказательств. Хотя, идиоты, вы что, на дураков рассчитываете? Ведь Иран выпистывал этот Хамас. Иран по сей день помогает и Хезболе, и Хамасу. Он по сей день инструктирует, снабжает деньгами, оружием. Я не говорю уже о том, уже есть видеоролики, где на русском языке инструкторы-вагнеровцы работают вместе с хамасовцами. Это говорит о том, что это все под руководством Путина было организовано 7 октября. Именно его проект. А Запад, в частности Байден, получая эту информацию, молчит. Почему? Да потому что он должен ответить. А он не знает, как ответить. Не хочет и не может. Он импотент. В этом вся проблема. И вот сегодня, когда речь идет о том, что надо оказывать неограниченную помощь Израилю, и, пожалуйста, я хочу воспользоваться эфиром и сказать, что, пожалуйста, не пугайтесь украинцами. Никогда Украину Америка не оставит. Пожалуйста, подтверждение тому. Тот же Остин, уже в Израиле, будучи в Израиле, заявил, что помощь будет продолжаться, оказывается, и Украине тоже. 200 миллионов долларов уже выделено Украине. И 5,2 миллиарда из бюджета Пентагона, кстати, это специальные деньги на оказание помощи Украине, которые уже подписаны Конгрессом. Там не надо его согласовывать, эти деньги. Они будут постепенно, поэтапно, разными пакетами оплачиваться для обеспечения Украины современным видом вооружений. Поэтому сегодня единая линия фронта. Украина-Израиль. Левый фланг Украины, правый – это Израиль. И, слава Богу, Зеленский очень умно поступил, вслух заявив о поддержке Израиля. То есть он заполнил существующий вакуум между двумя лидерами государств, поддержав Израиль. Сказав о том, что Украина всеми возможными средствами будет поддерживать Израиль. Это говорит о многом. И, слава Богу, так должно было быть с первого дня. Вот, короче, другими словами, несмотря на то, что атмосфера мировая, мерзопакостная, попахивает именно грозой Третьей мировой войны, И, тем не менее, я оптимист. Почему? Потому что обязательно найдутся вокруг Байдена, из того же Конгресса, к примеру, европейцы, найдутся умы, которые примут правильное решение, как быть дальше. Прежде всего, никакого сомнения в том, что Хамас должен быть уничтожен. Это угроза всему миру. Это одно звено из длинной цепочки, которое выпрестовывалось Путиным многие годы, как КГБшникам. Сегодня это звено может появиться и у нас в Венесуэле, в любой другой южноамериканской стране. Это может быть в любой стране на африканском континенте, Юго-Восточной Азии. Это может быть вполне, судя по тому почерку, который сегодня прослеживается, пожалуйста, в Украине и уже на Ближнем Востоке. Поэтому положение крайне серьезное, это правда. Но унывать не стоит. Почему? Потому что, слава Богу, Запад начинает только сегодня прозревать. Кто за всем этим стоит? Обидно, что, допустив очень много ошибок Западу, я прежде всего не могу не вспомнить, осудить Меркель, которая насолила настолько Западу, дав возможность приезду более чем двум миллионам представителям мусульманских стран из Ближнего Востока и Северной Африки, что эти два миллиона в Европе и наши мусульмане, уже здешние, в Америке, сегодня уже берут в заложники западную цивилизацию. Вам маленький пример. Сегодня уже произошел теракт в городе Арас, это на севере Франции, когда исламист убил учителя одной школы, ранил двух, и Макрон был вынужден сделать заявление о том, что это теракт, и надо быть настороже всем жителям Франции. Причем, как они могут быть настороже, если там целые анклавы созданы во Франции беженцами или так называемыми мигрантами из ближневосточных стран и Северной Африки. То же самое у нас. Вы посмотрите, что творится в наших городах. Достаточно было этому террористу Машалу объявить о том, что 13 октября, пятница должна стать днем протеста мусульман всего мира, как уже, вы посмотрите, с флагами Палестины, с поддержкой этих хамасовцев, уже шествуют толпы, сотни, а то и тысячи в наших крупнейших городах. Это в Лос-Анджелесе, это в Чикаго, это в Нью-Йорке. И уже правительство наше вынуждено предупредить всех, чтобы меньше шествовали, сидели дома, не собирались в какие-то толпы там или какие-то собрания и так далее, чтобы избежать возможных терактов. Но разве это решение вопроса? Это все результат пагубной, недальновидной, необдуманной политики лидеров западных стран. И вот мы за это все платим. И, к сожалению, все это отрывает или ограничивает, неправильное слово отрывает, именно ограничивает, преуменьшает внимание запада к бедам как Украины, так и Израиля. За это приходится платить нам всем, к сожалению. Кстати, вот вы сказали о Третьей мировой, да, и о напряженности, в принципе, которая будет расти. На этой неделе Reuters опубликовала материал о том, что комиссия Конгресса сейчас рекомендует Соединенным Штатам подготовиться к одновременной войне с Китаем и Россией. Насколько вот по линии Китая сейчас напряжены отношения между Соединенными Штатами? Там же вроде бы в ноябре Байден лично должен с Единьпином встречаться. Все, что происходит сегодня в Юго-Восточной Азии, и не только, даже на Ближнем Востоке, является результатом полного провала дипломатического корпуса Байдена. С Китаем, лично с Си Байден должен был встречаться давно, в самом начале войны в Украине. Надо было идти на мировую с Китаем, договориться, убедить его в том, что Америка не претендует на Тайвань, прежде всего. Так, оно и есть, у нас нет там посольства до сих пор, мы всегда, у нас руководство говорило и говорит по сей день, что Тайвань и Китай едины. Надо было просто убедить Си в этом. И затем вести такие переговоры, чтобы можно было успокоить Китай, не обостряя отношения. Этого нет. Поэтому, вы думаете, случайно сегодня наш флот сегодня дислоцирован именно во главе с крейсером-авианосцем Рональд Рейган у берегов Южной Кореи. Это ведь не случайно. Все это говорит о том, что обстановка нагнетается. И вот эта вот комиссия, которая представила доклад в Конгрессе, она исходит из того накала страстей, которые сегодня нагнетаются в мире, прежде всего между Америкой и Китаем. А разве нам это нужно? Что за тупые разговоры? Я лично не считаю, когда Остин сказал, что мы можем ходить, продолжая жевать жвачку. Это неправильно. Мы не должны это делать. Мы должны применить мозги. Мы должны быть умнее. Мы должны погасить этот накал напряжения, которое возникает то там, то в другом месте земного шара. Этого, к сожалению, нет. Поэтому мы должны любой ценой принять такие меры, которые бы эти страсти погасили. И тем более, я вам скажу, не надо хорохориться нам. Нам не нужна война на два фронта и с Китаем, и с Россией. Это ни к чему хорошему не приведет. Не нужно этим петушиться. Сегодня нужно думать о другом. Что нужно сделать, чтобы избежать столкновений? Не путем уступок территорий, например, как иногда раздаются голоса по отношению к Украине или к Израилю. Напротив, надо довести до ума. Ну, с Путиным невозможно вообще говорить. Он недоговороспособный. Он террорист. Никаких переговоров с ним. А с Китаем нужно любой ценой посадить за стол переговоров и привести. Тем более, надо иметь в виду, что мир невозможно завоевать путем переговоров. Мир завоевывается победой. Только это относится к войне против террористов, всех мастей. Начиная от Путия, кончая Хамасом и другими. Что касается Китая, это другой разговор. Нужно вести с ним цивилизованный разговор. Относящийся экономике, здравоохранение, эпидемии грозящих. Сейчас мир ожидает новая волна вирусов. Мир не готов к этому. Катаклизм, землетрясения, пожаров, наводнений. То есть очень много проблем мировых, которые должны решаться двумя крупнейшими экономиками мира. Америкой и Китаем. Есть над чем думать, не о чем заботиться. К этому подключить Индию. Напротив, вот такой работы нет. Это пугает, это настораживает, это отвлекает от той помощи достойной, которой нуждаются сегодня и Украина, и Израиль. Ну, кстати, вот о помощи. У вас достаточно оптимистические прогнозы были там еще полгода назад относительно Атакмус, F-16. Что, собственно говоря, тормозит этот вопрос? Почему сегодня... Вот смотрите, все мои прогнозы, вот все мои прогнозы, которые я делаю, позитивные, они не с воздуха. Они основаны на решении двухпартийного конгресса. Подавляющим большинством. Вы представляете, да? Поэтому только когда упирается в Байдена, он начинает, знаете, вилять то направо, то налево. Немножко даст, шаг вперед делает, два назад делает. Вот в этом вся проблема. И он подводит нас, которые делают прогнозы, основываясь на решениях Конгресса. И вот сегодня, когда возникла новая угроза миру, это война на территории Израиля, казалось бы, да, вот Америка объявила о неограниченной помощи Израилю. А будет ли она неограниченной? Я сомневаюсь. Хотя бы потому, что Байден не договаривает. Он по сей день не говорит слух, кто стоит за террором в Израиле. По крайней мере, Иран, он ни слова не сказал про Иран. Абсолютно. Более того, 6 миллиардов, которые он собирался отдать Ирану, якобы, там, на оказание помощи, гуманитарной помощи иранскому населению, это чушь собачья. До сих пор он, находясь под давлением, двухпартийным давлением в Конгрессе, он не решается отказаться от этой помощи. Вот буквально сегодня объявлено, что приостановлено, приостановлено на неопределенное время выделение этих 6 миллиардов Ирану. Ну, спрашивается, ты что, работаешь на Иран? Чем это объяснить? Это является продолжением политики Обамы, который отдал России сначала Ирак, потом отдал Сирию, потом стал переговоры вести о миротворчестве с Путиным, Медведевым, если вы помните. А сегодня Байден продолжает эту политику. Точно такую миротворческую политику, которая боком обходится не только Украине и Израилю, но и нам, рядовым американцам, налогоплательщикам, с угрозой Третьей мировой войны. В этом вся проблема. Поэтому сегодня, вы знаете, как никогда, накал у нас внутри страны, и вокруг Байдена тоже. Ему некуда деваться, поверьте. И своя родная партия на него давит. Его популярность в родной партии на уровне 38%. Однопартийцы не хотят, чтобы он баллотировался. В этом вся проблема. Поэтому сегодня, к сожалению, не лучшие дела у нас в республиканской партии тоже. И вот отказ от притязаний на должность спикера Стивена Скалиса вчера буквально, это говорит о том, что что-то неладное у нас внутри партии тоже республиканской. Значит, сегодня-завтра что-то должно произойти. Будем ждать, почему. Детали пока неизвестны. Будем ждать. Есть некоторая информация. Я хочу иметь подтверждение, поэтому не буду озвучивать. Подождем немного, узнаем, в чем дело. Но, но, я все-таки оптимист. Почему? Независимо от того, какие дрязги происходят в республиканской партии, какова популярность того же Байдена в стране, она крайне низкая. Независимо от этого, уровень поддержки Украины не падает ниже 60%. То есть рядовые американцы за неукоснительную поддержку Украины. Вот это очень важно. И она будет. И она уже озвучена тем же Остином. Поэтому деньги, которые поступали и будут поступать. Вот эти 5,2 миллиарда, которые имеет Пентагон, предназначенный для Украины, они будут поступать поэтапно, специфично, целенаправленно на те же АТАКОМСы, на самолеты F-16 и на Патриоты. Причем, я думаю, что уже будет использован НЗ, неприкосновенный запас америки, который до сих пор почти не использовался. Сегодня, видимо, уже пришло время, когда надо его использовать. Борис, благодарю вас за, как всегда, интересную беседу. Благодарю, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам. Следим за развитием событий и ждем хороших новостей. Спасибо вам большое. Слава Украине, слава Израилю и слава Америке. Героям слава Борис Пінгу, Захармальский діяч, представник Республиканської партії, был вместе с нами в этом году. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!